А можно, пожалуйста, с вами? Это очень быстро. Да, ребята, быстренько, давайте соберемся. На молодежно-управленческий форум приехал временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Томенко. Это одна из его первых встреч с алтайской молодежью. Всех волнует, какая площадка заинтересовала Томенко больше всего. Ну, конечно, творчество, и спорт, и история. Это все, каждое направление. Это невероятно интересно. Я бы выбрал площадку «Свободный микрофон». Знаете почему? Это было мое предложение. На сибирском подворье работает 26 площадок по разным направлениям. Команда организаторов рассказывает, что алтай точки роста становится точкой невозврата к себе прежнему. Каждый год после АТР в России становится на 400 предпринимателей больше. А полторы тысячи новых участников из 20 стран и 50 регионов страны убедятся в этом через 5 дней. Это отлично, замечательно, хорошо. Это красивое место для отрусти. Я советую моим друзьям. Я хочу поделиться с людьми в Африке идеями, которые витают здесь. Особый акцент уделают на социальные проекты, как, например, «День красоты». Его идея в том, чтобы помочь преобразиться мамам, воспитывающим особенных детей, у которых не остается времени на себя. Хендмейд, своими руками, творчество. Этого тоже достаточно много. И я думаю, что сегодня мы как раз и столкнемся именно с этими видами предпринимательской деятельности. В прошлом году Михаил выиграл грант в номинации «Социальное предпринимательство». Парень открыл войлочную мастерскую и пригласил тех, кого обычно неохотно берут на работу. Мы уже туда устроили 5 инвалидов. Сейчас, на данный момент, у нас на обучении 48. Уже в конце недели эксперты определят победителей, которые получат грантовую поддержку в 100, 200, 300 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Всего в АТР-кошельке 4 миллиона рублей. А победители в номинации «Лучше реализованный» от АТР-проект сможет пройти зарубежную стажировку. Ирина Корчегина, Павел Ларнин. Наши новости.